Накануне нефть показала ярко выраженную положительную динамику, и Brent, и WTI прибавили в цене, однако WTI продемонстрировала гораздо более резкий подъем на фоне снижения запасов США. Сегодня Brent поднялась выше 65 долларов за баррель, реализовав потенциал восстановления после сокращения прошлой недели. Прогнозировать дальнейший рост пока сложно, поскольку существует большое количество неопределенных факторов, однако в целом настроения на рынке складываются положительные, и котировки имеют все шансы сохранить занятые позиции. Во вторник вечером были обнародованы еженедельные данные по запасам нефти от Американского института нефти. За неделю запасы черного золота в Штатах сократились на 6 млн баррелей. Ожидалось, что снижение составит лишь 2,5 млн. Отчет говорит о седьмом подряд неделе снижения запасов, что в целом соответствует сезонному фактору повышенного спроса на топливо и положительно влияет на настроение нефтерынка. Сегодня выйдут данные по запасам уже от Управления энергетической информацией США. Еще одним положительным сигналом для рынка стало вчерашнее заявление Дональда Трампа относительно хорошего продвижения в торговых переговорах с Китаем. График цен на легкую сернистую смесь марки WTL оказался благодаря сложившимся условиям вблизи двухнедельного максимума у отметки 58,40 доллара за баррель. Позитивный настрой сохраняется и в ожидании оглашения решения по ставке ФРС. Снижение ставки сулит дешевые кредиты бизнесу, что будет способствовать оживлению деловой активности и увеличит потребление энергоресурсов. Большинство валют умеренно корректируется в парах с валютой США. Рубль в течение большей части вчерашнего дня выглядел лучше аналогов, пользуясь поддержкой со стороны цен на нефть. В моменте доллар даже спустился ниже уровня локального сопротивления на 63,50 и уже сегодня график доллар-рубль опустился к отметке 63,40. Рынки ожидают, что сегодня вечером регулятор Соединенных Штатов сократит стоимость заимствований впервые с 2008 года. Также будет опубликован текст сопроводительного послания и итоговая пресс-конференция Джерома Пауэлла. Мы продолжаем следить за развитием событий на рынке. Оставайтесь вместе с нами!